здравствуйте дорогие мои подписчики и гости канала цветочная терапия с натальей хочу поговорить о том как вот заставить в средней полосе цвести крупнолистную гортензию у нас дождик идет но я вот целый день сегодня работала с гортензиями вот эти гортензии которые перед вами видите они у меня растут в горшках они у меня растут уже второй сезон в горшках и посмотрите какой я сделала вывод во-первых гортензия пришла по всем по всему миру распространилась из китая и из японии а какой климат в японии тоже сегодня залезла посмотрела специально в интернете что как бы вот средняя япония и южная япония там вообще не бывает минусовых температур вообще как бы всегда плюсовая температура и я так понимаю что наверное и весна у них приходит пораньше поэтому вот стебельки на которых вот появляются почки там успевают вызреть потому что раз наступает весна пораньше значит и зима наступает тоже там как бы позже и нету вот этих минусовых температур и все стволики на которых появляются почки вот видите сколько тут почек вот эти вот стволики успевают вызревать и раз нету минуса значит они и не замерзают а как вот в наших условиях в средней полосе сделать так чтобы она была приближена к своей ну к природе произрастания вот для себя я сделала такой вывод что вот это вот мой эксперимент она у меня посажена в горшок вот это второй год они у меня зимовали в подвале и я ее я уже несколько видео снимала зимовали в подвале и я могу раньше немножко ее достать чтобы она начала вегетировать потому что еще вот я живу в белоруссии и ну и кто еще в средней полосе россии или где-то сибирь у нас еще в конце мая и в начале июня бывают заморозки если мы вот раскроем нашу гортензию естественно она замерзнет но если она у меня растет в горшке я же могу контролировать этот процесс если погода хорошая я ее вынесу если погода мороз обещают я ее где-то заношу и вот как мне кажется она немножко приближена к условиям своего как бы ареала при произрастании поэтому у нее длинный более длинный период вегетации и она успевает вот посмотрите сегодня 11 октября она успевает вызреть вот этим вот веточкам я уже с конца сентября стала обрезать листики видите а сегодня уже я еще повыше вот я тут вот обрезала вот а сегодня я еще повыше поднялась и опять же обрезала эти у нас уже обещают дождливую погоду я ее спрятала поэтому покрышу под крышу все свои вот эти гортензии я спрятала покрышь под крышу ну поливать конечно их придется немножко не так обильно как дожди бы ее заливали сейчас ее хорошо подкормить калина фосфорным удобрением вот я буду подкармливать растворимым калий ой монофосфатом калия все вот свои кусты вот посмотрите как она обильно цвела вот сейчас я вам вытащу вот этот кустик вот посмотрите по кругу везде моя гортензия отойду немножко какое обильное было цветение у моей гортензии вот видите каждая ветка заканчивалась заканчивалась цветоносом этот немножко запоздал поэтому еще вот тут вот розовый тут она по она по выпускала новое на которых будет цветение в следующем году вот сохранились веточки прошлого года вот она ну и даже вот тут мне кажется сохранилась ветка с верхушечной почки и вот пошла она зацвела так где же тут еще вот тут посмотрите как вот вся ветка вот если посмотреть вот ветка толстая это прошлогодняя тоже наверное вот это верхушечный был побег зацвел нити верхушечный и чуть-чуть пониже она по выпускала ветки которые тоже цвели вот все вот эти вот ветки вот все дали цветоносы теперь вот все я свои гортензии видите обрезала во всех можно посмотреть что уже вот побеги у нее становятся такие деревянненькие а почечки и зелененькие вот это это уже почечки над и на цветение быть цветочные почки на следующий год я хранить ее буду что в сарае что в подвале вот еще мои гортензии а сейчас я вам покажу вот тоже все стоят под крышей чтобы они не напитывались влаги и видите тоже вот везде везде они у меня цвели а сейчас покажу гортензии которые были росли у меня в открытом грунте эти гортензии вот именно вот это видите у них конечно листья более ну листья большие естественно им было приятнее расти в открытом грунте им было больше ну какого-то наверное питания больше влаги чем корневая система в закрытом горшке поэтому они зеленые в горшках вот там немножко как бы хлорозили концу уже вегетации сразу не могу сказать но вот эта гортензия сохранилась тоже хорошо но видите вот тут еще такие более вот зеленые побеги тоже я вот обрезала до серединки сами вот эти черешки попадали а сегодня я уже обрезала вот повыше и она начнет деревенеть вот если тут тоже присмотреться я ее накрывала подписывайтесь оставайтесь будем вместе укрывать гортензии 8 крупнолистных гортензий у меня остается в открытом грунте просто такое большое количество я не в силах укрыть поэтому некоторые я вот выкопала мне так удобнее знаете укрыть большое количество роз клематиса у меня есть второй группы обрезки да еще гортензии ну просто не хватит цветового дня вот тоже посмотрите вот веточка была прошлогодняя я даже не могу сказать что моя гортензия замерзла она скорее весной выпрела и вот от нее пошел побег почка пошел побег и видите он цвел вот тут тоже вот осталась ветка вот она вся я вообще не думала что она зацветет вот ветка вот тут тоже цвела которая повыше а те которые вот пониже вышли уже по ней пониже видите ближе к корню те уже видите не цвели и они только за цветут у меня на следующий год вот еще гортензии тоже из открытого грунта естественно видите зеленые листья тут вообще она еще совершенно не хочет становиться деревянной это я выкопала ее тоже есть видео на канале я выкопала в любые емкости большие которые у меня есть я их повыкапывала может быть я их посажу в следующем году в открытый грунт а может быть найду больше горшки они мне будут в горшках ну вот еще посмотрю вот тут вот тоже видите еще совершенно тут зелено она не хочет так адреслинивать потому что у нее маленький был период вегетации извините вот те которые в горшках видите сравнить это один и тот же сорт гортензий но естественно веточки поменьше потому что маленький объем горшка но они уже какие почечки созревшие у нее вот очень такие созревшие почки палочки уже такие прямо вот деревянные но еще да у нас до морозов но еще и половина октября еще и весь ноябрь я думаю что она абсолютно подготовиться к зимовке а вот гортензия в открытом грунте она конечно тут шапки цветов больше не сравнить что в горшке посмотрите на мою руку и тут 4 наверное или 5 вот моих ладошек такая величина размер вот этого вот этой вот кисти цветущей но опять же говорю укрыть такое количество невозможно и точно так же я вот обрезала листики на этой гортензии веточки начинают длиться ненеть но конечно зацветают в открытом грунте гортензии немножко попозже потому что они начинают вегетировать попозже вот пройдемте сейчас я вам покажу еще одну гортензию у меня в открытом грунте то вообще она абсолютно не хочет еще зимы вот она зацвела попозже видите первое и естественно цветы больше у нее вот сам какой цветок огромный вот сам цветок конечно питание больше влаги и поступало тут но веточки абсолютно зеленые вот как бы я не обрезала видите какие огромные хорошие листы но она еще конечно хочет вызревать вот гортензия пильчатая тоже она абсолютно зелененькая дожди конечно я не успела не успела тут ее обрезать но сейчас наверно под зонтиком я это сделаю кто со мной на канале наверное видели мою вот эту огромнейшую крупнолистную гортензию лаумайса она тоже у меня в открытом грунте видите какой у нее было обильнейшее цветение сколько у нее вот этих цветоносов точно так же точно так же я ее уже внутри куста подготовила вот и внутри куста подготовила видите почки ну чуть-чуть как бы начинает если будут морозы у нас я конечно буду ее стараться накидывать на нее какой-то укрывной материал а вот ее как бы детка доченька абсолютно посреди зеленые вот прям мне жалко какие толстые у нее тут вот ветки толстенные толстенные эту я тоже ее готовлю листья по обрезала вот которая раньше они уже прям сами так отваливаются почки какие-то какие у нее уже вот на набухшие но это наверное все таки я выкопаю во первых она мне зацветет пораньше я хочу ее сделать такой голубой буду ее подкислять квасцами мама еще будет розовая вот это именно гортензия тоже я укрывала но она не цвела потому что она она просто у меня тут сопрела вот как-то не очень такое укрытие но большой видите я укрыла а вот гортензии еще бесконечное лето тоже я вам покажу немножко попозже ее укрытие вот я сохранила видите вот коричневая которая это одна ветка которая сохранилась и там немножко две были тоненькие еще коричневая это побеги прошлого года из каждой вот почки вот из этого ствола сейчас покажу вот от коричневого побега прошлогоднего пошла веточка и вот она цвела ведь поэтому не только нужно верхушечные сохранять почки вот не только вверх вот верхушечная вот сейчас покажу верхушечная почка сама видите как она цвела какая маленькая у нее вот эта шапочка а которая пониже а вот цвела она пониже вот они побольше вот это все от одной ветки вот таким вот она разрослась я тоже вот именно эту гортензию меня останется в открытом грунте оставайтесь со мной будем нужно через какое-то время укрывать их пока конечно не стоит их сильно давать мочить ну как бы чтоб они замокали но у меня она тут растет под можжевельником он мне немножко такую как бы создает крышу она не сильно промокает а пока обрезаем листья если хотите конечно я свои видели что уже некоторые пересадила в горшки поэтому можете пересадить в горшки и будем с вами сохранять какие в открытом грунте какие хочу поставить сарай а какие в подвале спасибо вам за внимание думаю что объяснила я вам как заставить свести крупнолесную гортензию спасибо